Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру, названием был Simulator 16. В принципе, я здесь маршруты перекомпоновал, и они стали гораздо проще. Давайте мы будем их обкатывать, соответственно. Вот по этому маршруту пройдемся в режиме быстрого старта. Поехали. Так, зелененький, ну просто замечательно. Хотя тут сейчас красный будет. Так что надо подождать. В принципе, маршруты все достаточно простые, остановок на каждом из маршрутов не так уж и много, поэтому ездить по этим маршрутам одно удовольствие на самом деле. Конечно же, можно делать более сложные маршруты, но в этом смысла никакого нету, как правило. Поэтому давайте мы будем тарапкатывать такие достаточно простенькие. Кстати говоря, я заметил такую вещь, что в разных местах светофоры по-разному функционируют, соответственно. То есть некоторые светофоры очень долго связятся красным, после чего меняются на зеленый. Некоторые светофоры, наоборот, очень быстро все это делают. Ну а некоторые сбалансировано, а некоторые вообще непонятно какие. Такие тоже встречаются на самом-то деле. Так что ничего удивительного в этом нет. Интересно, когда у нас будет остановочка. А, вот первая остановка. Великолепно. Ну тут сама по себе поездка много времени занимает, как таковая. До этой самой остановки. Так. Аккуратно. Так. И нам сейчас нужно так вот сделать. Великолепно. Так. Билетик. Стандартный на одну поездку. Держи. Мы тебе даем 2,80 сдачи. Проходи. Еще кто-то будет билетики покупать? Ты. Один стандартный на одну поездку. Хорошо. Тебе точно так же 2,80 сдачи. И насколько я понял. Все. Можно ехать по этому маршруту дальше. Зелененький, да? Загорелся, если я правильно все понял. Ух ты. Хорошо, как проехали. И тут опять налево, да? Приятный такой маршрутик получается. Заковыристый, конечно. Со сложными поворотами. Но не шибко-то и жуткий. То есть, в принципе, я думаю, с этим маршрутом даже новичок справится в автобусном деле. Удивляться тут абсолютно нечего. Так. Давайте-ка. Так, тормозим. Нет. Еще дальше проехать надо немножко. Прекрасно. Люди довольны, в принципе. Давайте, проходите. На неделю. Вот это очень хорошо. Так, мы тебе даем 4 доллара в сдаче. Ой, 4 евро в сдаче. Проходи. Все нормально. Я надеюсь, мы никого не пропустили на остановке. Очень хочется на это надеяться. Потому что иногда бывают такие ребята медлительные, что приходится с ними сильно заморачиваться. Тут, в принципе, можно ехать по лайту, так сказать. Потому что не нужно разворачиваться никуда. Тут, в принципе, все по прямой. Хотя это прямая на деле изогнутая. Проходите, ребятушки. Так. Билетики кто-то будет покупать? А, пандус. Стандартный на одну поездку. Держи сдачу. Сначала билетики нужно продать для учащихся на одну поездку. Вот, держи. Мы тебе даем сейчас 3,60. Ага. Так, теперь надо с пандусом разобраться. Угу. Прекрасно. Вот, замечательно. Времени, конечно, до следующей остановки не так уж и много. Надо проехать. Но это не так уж и важно. Мы по-любому укладываемся в маршрут так называемый. Так, здесь ограничитель в 50. Нормально. Вполне себе сойдет. Давайте, проезжайте, братюни. Не тормозим. Не тормозим. Так, давайте-ка билетики. Что, никого билетики? Никто билетики покупать не будет? Ну, ладно. Нам же проще получается тогда. И, насколько я понял, следующая остановка конечная в этом маршруте. Вот, нормуль. Хорошо завернули. Можно сказать, очень даже четко. И это однозначно приятное дело. Конечно, маршруты просто было необходимо перекомпоновать, потому что перекомпоновать их нужно было для того, чтобы понять вообще, где какие остановки включены в тот или иной маршрут. Потому что там такая паутина была. Так, ребятушки. Вот. Молодцы. Хороший маршрут. Приятный такой достаточно. реклама очень выгодная получается на этих на всех маршрутах. Типа того. О! Так, что это за бонусы? Новая наклейка, новый водитель, новый водитель и новая реклама. Так, а новая реклама на автобусах на что-либо влияет? Или тут вся реклама одинаковая получается? Да, вся реклама получается здесь абсолютно одинаковая. То есть, смысла, смысла эту рекламу менять нету никакого. Поэтому даже обращать внимание не будем. Так, этот маршрут мы обкатали. Теперь вот этот вот маршрут получается какой по цвету? Ага, фиолетовый маршрут. Очень хороший маршрут, очень приятный. Да, поехали. Конечно, можно было бы автобус, к примеру, взять какой-нибудь другой, но смысл. У других автобусов, насколько я знаю, по три двери, то есть, ими сложнее управлять на остановках, само собой. А так, в принципе, они точно такие же. Аккуратно. Очень хорошо сейчас завернули. Конечно, надо научиться по-хорошему заворачивать без смены камеры. так гораздо приятнее будет на деле делаться все. Ох ты, пох ты, сколько ж тут народу-то, ё-моё. Немало, я бы вам сказал. Тут надо проконтролировать, чтобы все зашли. Стандартный на неделю. Это самый лучший билетик здесь. А мы тебе даем два доллара, ой, два евро в сдача. Один стандартный. Держи. и два восемьдесят. Хорошо, проходи. И тебе один стандартный на одну поездку. Прям наплыв какой. Покупателей-то прям посмотри. Великолепно. Тут, кстати, вот этот маршрут происходит на таком достаточно коротком отрезке пути. и в принципе тут вся фишка этого маршрута именно в поворотах. Да. Пожалуй, именно так. Чутка вот так, чтобы видно было светофор. О, сейчас как раз-таки и надо поворачивать. Давайте пропустим пешехода. пешехода. Хорошо. Прекрасно. Ух. Больше всего, конечно, напрягает повороты направо. Они действительно сложные тем, что нужно именно чувствовать автобус для того, чтобы повернуть без эксцессов. Но, как правило, это достаточно туго здесь все. Хотя, в том же American Track Simulator и Euro Track Simulator удается очень даже легко поворачивать в принципе. Достаточно с этим просто все. Так, давайте, проходите. ага, для учащихся на одну поездку. Хорошо, а мы тебе даем 3,60. Почему ты так и подумал, что она даст нам 5 евро? Так, это у нас какая была остановка по счету? Что-то я как-то совсем запамятовал. Так, нам тут налево, ну, можно подумать, тут выбор есть. Такой резкий, резкий поворот, дикий. Ну, прикольно, да? Маневр такой. Ай! У меня аж сердце в пятки ушло просто, ребята. Обалдеть. Не надо так. Игра. Не надо так, пожалуйста. Давайте, проходите. В принципе, парковка не самая лучшая, конечно, но могла бы быть и хуже. Так, для учащихся на одну поездку. Хорошо, держи. 3,60. Стандартно уже. Вот, потепа, да? Поворотник-то надо отключить, наверное. Смысл какой, все время его бряцать. Красненький, давай-ка уже на зелененький, будь добрый, светофорчик хороший мой. Вот так. Хотя бы видно сразу же, какой свет на светофоре сейчас. Вот, сейчас поедем. Хороший поворот, приятный достаточно. И опять красный светофор. Да что ж ты будешь делать-то? Что ж за фигня-то? Ой, понатыкали тут этих светофоров. На каждом повороте задолбаться можно. Совсем неудобно получается. О, замечательно. Замурчательно. Да, я бы даже так сказал. Да. Такой спокойный, размеренный маршрут. Без каких-либо проблем со стороны других водителей. Хотя, много светофоров. И это меня совершенно не радует. Тут абсолютно. Но, вроде как, мы с вами все вот эти основную массу светофоров мы проехали. То есть, особо запариваться теперь по поводу у них не стоит. Офига себе, такой табун целый на выход прошел. На удивление. А. Так, аккуратно. Вовремя двери закрыл, потому что с распахнутыми дверями ехать не вариант вообще. А вот и остановочка. Так, давай-ка, давай-ка, давай-ка. На выход, ребятки. Угу. Великолепно. Угу. Сегодня в Сане Спрингс отмечается праздник. Будьте готовы к наплыву туристов, многим из которых потребуется покупать билеты. Круто. Челлендж, да? Как-никак. Получается вообще замечательно. Первая остановка у нас близко находится. И это очень приятно. Ох, ух ты ж нифига себе. Так. Офигеть. Так, на одну поездку. Так, мы тебе даем 3,60. Офигеть, наплыв. Тут, конечно, крут 2 учащихся на одну поездку. Так, мы тебе даем 2,20. Проходь. Тебе даем один стандартный на одну поездку. 2,80. В сдаче. Хорошо. Тебе один стандартный на одну поездку. 2,80. Вот, супер. Тебе один. ой, не то. 3,60. Супер-пупер. Тебе один стандартный. 2,80. Прелестно. Все, да? Вот и хорошо. Очень выгодный получается маршрут с таким количеством пассажиров. Чуть ли не весь салон забит. Наверное, еще и стоячие места будут заняты, да? Я так понял. Так. Прекрасно. Крутяк вообще. Вот такие маршруты, такие челленджи реально радуют. Опа. Надо было чуть помягче поворачивать, конечно. Отлично. Так, давайте сразу же поворотничек включим. Ну, тут, конечно, много пассажиров, но не так много, как на предыдущей остановке. А, нет. Тоже приличное количество. И, кстати, заметьте, так же много пассажиров выходят в итоге. Так, один стандартный на одну поездку. Мы тебе... А, ты сразу же... Так, один для учащихся. Три шестьдесят. Один тебе. Так, восемь шестьдесят. На тебе. Два стандартных. Молодца. Все, да? Больше билетики не запрашивает. Ну, вот так вообще отлично. Игланы из машин никто не стал подрезать. Супер. Прикольно. Без круиз-контроля, конечно, это не самый лучший вариант кататься, да? На большой скорости. Так, проходите, ребятушки. Так, на одну поездку. Три шестьдесят. Держи. Стандартный на одну поездку. Два восемьдесят. Отлично. Походу, все. Ага. Прекрасно. Уже тормоз подключить. Тут такой поворот неприятный. Жесть. Много на нем машин всегда на этом повороте. Пассажиры остались на остановке. Это ж какие? хороший вопрос. Скажу я вам. Где следующая остановка? Следующая остановка не так уж и близко находится, но ладно, это в порядке вещей, вполне себе нормально, поэтому не будем заморачиваться по этому поводу вообще. Так. по времени в принципе до следующей остановки мы очень даже укладываемся, то есть можно с этим делом не заморачиваться и это самое главное. Очень это хорошо, но остановка конечно пипец как далеко расположена, на удивление. но с другой стороны едем мы по набережной, вид красивый тут открывается, но надо при этом следить за дорогой кстати. А вот и остановка с очередной кучей народа, хотя тут не так уж их много на самом деле, так что можно особо не париться. На предыдущих остановках народа было гораздо больше. так один стандартный держи мы тебе а ты без сдачи даешь так 360 держи проходи теперь кто один для учащихся без сдачи молочина так и нам сейчас нужно направо да ой 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 что-то я с камерой конечно заслал почву андрюс чарч это последний стоп осознайте все твои знания с вами до степени авт 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 одностороннее движение жить да то есть там только с одной стороны машинки едут так аккуратно не торопимся не туда немножечко о хорошо а вот остановочка супер прям давайте ребятушки выходите серьезно целый табун и кстати рейтинг вполне себе приятный получается нормальненько так так и что получается по маршруту вот этот маршрут нужно обкатать а он достаточно короткий кстати говоря и очень даже простой поэтому да поедем да ладно ну по крайней мере разнообразие в погоде это уже очень круто то есть не приходится с этим заморачиваться с погодными условиями игровой процесс не надоедает потому что постоянно какой-то идет челлендж так вот светофорчик собственно говоря заранее включил светодиод или как там называется правильно давайте заходите кстати народу здесь тоже не так уж и мало я бы сказал так на одну поездку без сдачи супер тебе один стандартный на одну поездку и тебе даем 2.80 хорошо проходи давай все тут правда есть такой поворот неприятный достаточно но так сейчас направо но с ним можно справиться очень даже простенько светофорчик то что надо вот главное на поворотах не торопиться насколько я понял это очень очень важно знать кстати знаете в чем плюс такой погода что не так уж много пешеходов будет получается шататься по городу походу праздник продолжается да в городе потому что народу я смотрю меньше не становится так стандартный держи братьюня мы тебе даем 2.80 бери проходи один для учащихся без сдачи замечательно так и сейчас нам надо налево да подожди да правильно повернули на ходу можно очень легко перепутать куда надо поворачивать сейчас налево да опять таки хорошо хорошо по времени укладываемся в маршруте вполне нормально получается так тут остановка прямо на повороте конечно нормально такой ракурс ни хрена не видно один стандартный держи проходи самое конечно лучше покупатели билетов это те что без сдачи билетики берут вот это на самом деле великолепно так тут с левого ряда поворачивать нужно правильно жить здесь так жарко включите кондиционер так а вот теперь уже можно ехать вроде как вот отлично четко так развернулись порадовало минус конечно у такой погоды тоже есть он заключается в том что темновато много много теней да понял понял можешь не повторить по сто раз как хорошо вот этот звук от дворников как-то гипнотизирует можно сказать направо да угу правильно и остановочка вот она рядышком прям находится вроде как или нет не совсем понял пока что так тут что-то какая-то машинка синенькая впереди плетется еле-еле ну ладно это не так уж и важно поскольку у нас здесь остановочка на которой практически никого нету из народа ну что ж поделаешь так билетики кто-то будет заказывать да на удивление так на одну поездку хорошо мы тебе даем 860 держи проходи блин еще и красный свет подумать только неприятно ну ладно мужик так рискованно прошел прямо перед машиной экстремал вот поехали прям маршрут получается совсем легкий не успели его обкатать как уже вот доехали до остановки до конечной пассажиры очень довольны это радует привет это я вам меня не хватало вы хорошо справляетесь мэрия впечатлена вашей работой теперь вам разрешили создать автобусные маршруты и в модерн дистрикт но это весьма непростая задача люди в нем очень разные с их высокооплачиваемой работой и роскошными автомобилями вам нужно создать сеть удобных маршрутов чтобы люди могли быстро перемещаться на общественном транспорте в самом районе и между районами ага интересно так краски дали новый водитель появился и новый гараж компания вот так испытания заработаете не менее пяти звезд на маршруте номер три вот это вот на этом что ли это какой у нас это зеленый да самый сложный маршрут 25 тысяч евро награда нормально так что ж друзья давайте мы тогда на этом выпуск завершим надеюсь он вам понравился так же как и мне ставьте пальцы вверх и добавляйте подписчики всем спасибо за внимание и пока